мое имя дмитрий руденский я скульптор-преподаватель и мастер ручной лепки по месту меня часто спрашивают с каким материалом я работаю и в этом ролике я постараюсь ответить на эти вопросы уже более миллиона человек по всему миру знакомы с моим авторским рецептом самозатвердевающей массы иными словами пластичным гипсом и в настоящее время с легкостью используют его в своих творческих работах создавая фантастические эксклюзивные и практичные вещи для души и интерьера потому что это самый простой надежный очный и бюджетный рецепт массы и в этом видеоролике я поделюсь своим 20-летним опытом работы с пластичным гипсом давайте же разберем из чего состоит этот рецепт он состоит из двух компонентов финишной шпаклевки на основе гипса и клея пва при смешивании этих двух материалов мы получаем послушную и пластичную массу возможно вы спросите и это все я вам отвечу да но важно отметить то не все виды шпаклевок и клея пва подойдут для замеса массы только правильно подобранные компоненты превратят вашу работу праздник и удовольствие первый компонент который мы с вами рассмотрим это финишная гипсовая шпаклевка я перечислю материалы порядке их приоритет и первое место занимает сатан это турецкая финишная шпаклевка ее много разных видов я покажу те варианты с которыми работал на втором месте заслуженно расположился на ул ротбан финиш обязательно обратите внимание на то чтобы на упаковке было указано слово шпаклевка гипсовая финишная третье четвертое место занимают шпаклевки науф мульти финиш и к науф у ген мы остановимся на пятом и шестом месте это волна и старатели гипсовые финишные шпаклевки в этот список я не вношу полимерные виды шпаклевок так как они очень долго сохнут и если вы не нашли ни одного из выше упомянутых материалов то не расстраивайтесь остальные виды шпаклевок тоже подойдут для масса главное чтобы она была гипсовая финишная второй компонент который мы с вами разберем это клей пва лучше всего для пластичного гипса подойдет столярный клей очень важно чтобы по своей консистенции он был густой это залог более эластичной массы и так топ-5 самых идеальных вариантов и первое почетное место занимает лакро люкс мебельный на втором месте расположился момент столяр супер d3 пва серебристой банки третье место занимает новохим пва супер клей важно чтобы банка была красного цвета ну и четвертое и пятое место в равной степени разделяют момент столяр пва белой и красной банки мы с вами рассмотрели материалы которые в сочетании друг с другом прекрасно формируют союз пластичного гипса а для того чтобы понимать сколько и в каких пропорциях смешивать гипсовую шпаклевку с клеем пва мы с вами переходим практической части эфира для визуальной видимости пропорции я возьму три стаканчика 200 миллилитров два из них я насыпал шпаклевку а третий стакан наполнил клеем пва важно отметить в этом замесе массы я использовал материалы топ-1 из представленного мной списка возвращаясь к материалам напоминаю нам понадобится две части шпаклевки и одна часть клея и спешите смешивать все эти пропорции сразу первое и важное правило смешиваем компоненты постепенно поэтому сначала высыпаем на плоскость одну часть шпаклевки делаем в ней воронку и добавляем из второго стаканчика только одну третью часть сухой смеси стаканчик отставляем в сторону и в центре насыпи снова формируем воронку чтобы в нее влить из подготовленного стаканчика весь клей далее из подножья шпаклевки и спеша засыпаем сухую смесь к центру постепенно смешивая наши два компонента отгребаем шпаклевку по краям и снова отправляем ее в центр а для более комфортного замеса я рекомендую надеть медицинские нейтриловые перчатки продолжаем постепенно смешивать всю шпаклевку отбираю и россыпь и вмешивая в общий комок массы и замешивание консистенции руками постарайтесь поднимать и переворачивать массу тех местах где она присыпана сухой шпаклевкой присыпайте те области которую наиболее жидкие ок на ваших руках будет оставаться меньше клея а теперь я прошу обратить внимание на нижний правый угол я добавил часы чтобы вы видели весь цикл от замеса пластичного гипса времени работы с ним и до момента отвердения гипсовой массы когда можно проводить небольшую физическую нагрузку на готовом изделии замесе пластичного гипса без перчаток как и в них на руках остаются комки липкой массы их можно скатывать с рук и отправлять эти остатки в общий ком не старайтесь тщательно с большим давлением разминать общий кусок массы так как она будет еще очень мягкая и липкая моем руки или снимаем перчатки надеваем новые и приступаем к следующему этапу замеса после того как я вмешал первую партию шпаклевки мы можем наблюдать что масса очень мягкая липкая и непослушная и чтобы добиться нужной плотности высыпаем на плоскость ровно половину оставшейся шпаклевки и эту гипсовую горку тоже делим пополам деляя одну часть сторону оставшуюся приступаем вмешивать в массу пока все не вымесим процессе вымешивания периодически проверяйте массу на плотность пощипывая и оттягивая ее за края она не должна сильно липнуть к пальцам с легкостью растягиваться и рваться значит продолжаем вмешивая отделяем от кучки гипса снова половину и не спеша вымешиваем ее если чувствуете что масса до сих пор еще очень мягкая значит добавляем оставшуюся часть шпаклевки и снова тщательно вымешиваем на этом этапе разминайте и мините массу от души родному так как если бы вы не видев своего родного или близкого человека много лет внезапно встретив лучше захотели его сильно и крепко обнять а теперь давайте научимся правильно определять рабочую плотность массы даем нашему куску форму капли подвешиваем массу и если она быстро растянулась и разорвалась значит добавляем по чуть-чуть шпаклевки и стаканчика и снова вымешиваем периодически проверяя ее на плотность если в подвешенном состоянии она не разорвалась и сильно не растянулась течение трех секунд значит масса готова после того как вы замешали массу нужной плотности обязательно переложите ее пакет и помните от момента когда масса готова клепки и до момента ее твердения она должна находиться плотно завернутом пакете а еще я рекомендую после замеса пластичного гипса дать ему отдохнуть 5-10 минут чаще всего после такой паузы масса становится мягче а как частицы двуводного гипса почти или полностью растворяться с клеем а это значит что перед работой с пластичным гипсом нужно еще раз проверить на комфортную плотность ассистенцию масс и если она размягчилась отсыпьте на плоскость еще немного шпаклевки и снова и и подмешайте далее контрольно проверяем массу на рабочую плотность и выкладываем ее в пакет масса готова пришла пора поговорить о времени жизни пластичного гипса как подготовить его к работе и о том как работать с ним нельзя и начнем мы с подготовки массы клепки здесь все просто смазываем слегка руки вазелином и финиш на разминаем на чистой плоскости весь ее объем пластичный гипс станет еще более эластичным и послушным я рекомендую проделывать каждый раз такую процедуру из отдельно взятыми кусочками масса неважно какие элементы и какого размера они будут весь процесс твердения масса можно разделить на три периода 1 растворение и образование насыщенного раствора 2 образование коллоидальной массы в виде тягучего геля 3 и самые ответственные это кристаллизация с превращением геля кристаллический сросток время жизни пластичного гипса вне пакета а также комфортное время работы с ним длится примерно 5-7 минут далее поверхность массы начинает быстрее схватываться вступая в реакцию с воздухом и ускоряя процесс твердения поэтому я не рекомендую долго работать над одним элементом чем быстрее вы его сформируете и приклеите им чище и аккуратнее будет выглядеть вся ваша работа время жизни в пакете пластичного гипса с момента замеса колеблется от 30 минут до двух с половиной часов в среднем все будет зависеть от тех компонентов которые вы выберете по своему опыту скажу достаточно и 30 минут времени жизнь масса чтобы короткими подходами вылепить любой сложности композицию как только вы закончите процесс лепки с массой она перейдет в третий этап твердения среднее время схватывания пластичного гипса на открытом воздухе составляет от 30 минут до двух с половиной часов спустя это время можно будет проводить первую небольшую физическую нагрузку на изделие а спустя сутки двое плотность массы усиливается и с каждым днем она становится только прочнее важно отметить что эти свойства и качества никак не относятся к той массе которая была замешана или использована с техническими нарушениями об этом мы с вами поговорим чуть позже спустя 30 минут работы у меня остался небольшой кусочек пока еще мягкой и эластичной массы чтобы ее выработать я сделаю оттиск с нашего молда и заодно продемонстрирую еще одну уникальную возможность использования пластичного гипса если вам понравится этот молд по его еще множество других разнообразных и эксклюзивных молдов от школы руденский вы всегда сможете заказать их с доставкой нашей группе ссылочку на нее и оставлю в описании этого ролика и мы продолжаем для того чтобы сделать оттиск с молда и с легкостью его вынуть совсем чуть-чуть смазываем молд маслом так как масло служит сильным разделителем для пластичного гипса можно использовать любое вазелиновое масло детское или подсолнечное разницы никакой нет только следите чтобы на поверхности молда его не было слишком много лишнее можно промокнуть салфеткой далее берем необходимый объем массы обязательно разминаем ее и выкладываем этот комочек форму желательно чтобы пластичный гипс расположился почти по всей внутренней площади молда теперь хорошо приминаем его и аккуратно подтягиваем к внутренним стенкам срезать лишнюю массу очень неудобно поэтому отмеряете заранее подходящий объем благодаря разделителю пластичный гипс с легкостью снимается с молда и пока изделие еще мягкое и эластичное его можно приклеить на любую изогнутую форму обязательно наклей его а для примера я покажу бутылочку на которую были приклеены детали с наших молдов и они очень крепко держатся на стекле когда все готово изделие можно будет сразу куда-нибудь приклеить или оставить сушиться на плоскости как это сделаю я дальше эти детали нам понадобятся для эксперимента теперь я ускорю время чтобы вы увидели что спустя вас половина часа масса схватилась стала твердой только помните время жизни пластичного гипс может быть разное все будет зависеть от материалов которые выберете вы спустя небольшое время сушки пока еще не спешите проверять массу на прочность потому что ей необходимо будет полежать сутки трое для того чтобы она полностью схватилась можно лишь аккуратно провести первую физическую нагрузку перед этим обязательно убедитесь что изделие более-менее твердое а теперь поговорим как не стоит работать с пластичным гипсом я приведу пару самых грубых и негативных примеров работы с массой первое это добавление и смешивание пластичного гипса с маслом работа с ним допускается только в двух случаях и снятие оттисков смолдов где необходимо лишь слегка смазать форму и при работе на плоскости с пластичным гипсом где также совсем чуть-чуть нужно смазать плоскость чтобы масок не не прилипало не допускайте смешивание пластичного гипса с любыми типами масел если масса прилипает к рукам лучше смажьте руки небольшим количеством вазелина он никак не повлияет на качество пластичного гипса рассмотрим с вами вторую очень негативную и грубую ошибку это добавление и смешивание масляных красок с пластичным гипсом но если вы прям очень сильно захотите сделать массу сразу в цвете в этом случае лучше всего использовать сухие пигменты или акриловый колер и только в небольших количествах предварительно растворив их с клеем его теперь подведу итоги и приведу примеры и как вы уже поняли любое масло является прекрасным разделителем для гипсовых вяжущих веществ при смешивании этих масел с массы они обволакивают частицы двуводного гипса разделяя их останавливают кристаллизацию и образование прочных сростков это приводит к ускорению процесса разложения пластичного гипса иными словами масса переходит в состояние засохшего куска у засохшей массы в отличие схватившиеся в разы понижена механическая прочность она быстро разлагается прекрасно впитывает влагу чем чревато образованию грибка внутри массы остановки процесса кристаллизации частиц пластичном гипсе можно отнести и следующее негативное действие если разминать массу в момент когда она начинает нагреваться то есть перед самым началом ее твердения и схватывания но все эти отрицательные пункты можно избежать следуя очень простым правилам первое не смешивать пластичный гипс с любыми типами масел второе не смешивать с масляными красками третье не разминать массу когда она начинает нагреваться четвертое обязательно просушите изделие из массы два-три дня перед росписью пятое и последнее важное правило процессе ее твердение никоим образом не накрывайте массу ленкой а полностью обеспечить ей открытый доступ к воздуху на два-три дня я уверен что вы все сделаете правильно и у вас на руках будет очень прочная твердая по-настоящему качественное изделие отмечу то пластичный гипс по своей прочности в два в три раза превосходит прочность обычного гипса и обратите внимание я поднимаю всю работу весом семьсот тридцать пять грамм держась за самые крайние части лепестков роз толщиной в один миллиметр и они выдерживают этот вес с легкостью причем пластичный гипс намертво склеен на пва с керамической тарелкой масса также крепко держится и на стекле на металле на плотном пластике на деревянных и гипсовых поверхностях следующий и последний эксперимент который мы с вами проведем это испытание на прочность пластичного гипса который был замешан с нарушением и сравним его с кусочком который был замешан и выработан соблюдение правил все кусочки массы принимавшие участие в эксперименте сушились три дня первый смешан с масляной краской второй смешан просто с маслом и третий классический без технических нарушений я взял весы чтобы наглядно было понятно какое давление выдержит масса толщиной в полтора сантиметра и для начала разрежем этот кусочек лезвием от макетного ножа лезвие входит достаточно мягко мы видим что кусок с масляной краской выдержал нагрузку пять с половиной килограмм теперь проведем небольшое физическое воздействие руками на этот кусочек слегка сдавливаю и пробую надломить рай чувствую как легко это можно сделать причем весь состав этой массы очень легко рассыпается и крошится откладываем этот кусочек для следующего важного эксперимента убираю мусор готовлю плоскость для следующего кусочка массы который был замешан с вазелиновым маслом напоминаю что в пластичный гипс нельзя вмешивать любые типы масел не вазелиновая не детская не подсолнечная и даже глицерин толщина этого кусочка один сантиметр пробую разрезать и мы видим что он выдержал тоже пять с половиной килограмм теперь проверим массу на прочность руками ощущением она не выглядит прочно и сдавливание кусочка чувствуется как с легкостью он этому поддается легко отламывается и так же легко крошится откладываю одну часть в сторону и убираю крошки подготовлю плоскость для последней детали это у нас оттиск смолдан тут масса замешана без каких-либо негативных добавок теперь я срежу часть хвостика чтобы провести эксперимент над кусочком пробую срезать очень тяжело это получается мои весы показывают максимум 10 килограмм давлю еще сильнее но бесполезно максимум у меня получилось углубиться в массу на пару миллиметров но нам в любом случае нужно будет постараться срезать кусочек я попробую это сделать с другой части детали постараюсь срезать часть бревна и здесь происходит тоже самое я снова прилагаю большое усилие но безуспешно деталь словно камень но все равно в несколько подходов и с большим усилием с раскачкой срезать часть необходимо хотя весы показывают максимально 10 местами давления доходит и до 20 килограмм теперь когда у меня в руках есть этот крепкий кусочек попробую отломить его часть сделать это не получается он больно впивается в пальцы разрезая их и получилось и отломить даже крошку от него но не спешим делать выводы сейчас проведем самый страшный эксперимент для пластичного гипса я ранее в этом ролике рассказывал что пластичный гипс который был замешан или использован с техническим нарушением сильно боится влаги и сейчас для примера я помещу все три кусочка из пластичного гипса во влажную среду нижний левый экран я закреплю часы далее когда я переложу все три кусочка в стаканчик я залью их водой оставив массу лежать там около часа а чтобы вы так долго не ждали я ускорю время и спустя час проверим то герой этого эксперимента и уже на ускоренной записи видно особенно на черном кусочке массы так как он самый контрастный окон впитывает воду от него периодически всплывают мелкие пузырики воздуха спустя 65 минут сливаем всю воду из стаканчика чтобы достать наших испытуем и выкладываем их на плоскость первое что можно увидеть как кусочек смешанный с масляной краской начал сильно рассыпаться пожалуй промокнем хорошенько все кусочки салфеткой и не успел я погладить черную массу как она снова развалилась перекладываем все на чистую поверхность порядке очереди и начну я с куска с масляной краской и первое на что я хочу обратить внимание это на то что масса пачкается проведя пальцем по плоскости чувствуется что весь кусок мокрый и вот-вот рассыпется смотрим что внутри и внутри он тоже очень влажный я очень не завидую обладателям изделий из подобных масс убираю мусор протираю руки от грязи следующий испытуем и это кусок пластичного гипса смешанный с маслом по ощущениям он очень скользкий мокрый внутри и очень рыхлый мне кажется это будет прекрасный рассадник для грибов и плесени он с легкостью без каких-либо усилий рассыпается и крошится снова убираем мусор и протираем пальцы от крош и рассмотрим с вами последний кусочек нашего фаворита пластичный гипс который был смешан и использован по всем техническим нормам и пытаясь его со всей силой сдавить отломать от него хоть маленький кусочек он больно впивается в пальцы а на ощупь он по-прежнему сухой и очень твердый теперь можно подвести итоги друзья помните это не соленое тесто и не холодный фарфор это материал который содержит большое количество гипса у которого существует свой установлены нормами технический регламент ну и безусловно исходя из опытов у нас побеждает масса которая была замешана и выработана следуя всем правилам работы с ней я смело могу гарантировать самое высокое качество работ выполнены из такого пластичного гипса работы из него очень прочные долговечные и влагоустойчивые чего совсем не скажешь о массе которая замешана или выработана с техническим нарушением она не прочная быстро разлагается и прекрасно впитывает влагу и хотя визуально на глаз постукивая изделия из массы техническим нарушением определить сложно помнить выставляя на рынок такие работы вы очень быстро испортите свою репутацию но в любом случае решать именно вам какого качества будет ваша работа из пластичного гипса друзья в этом ролике я поделился с вами самой полной и основной информации постарался ответить на часто задаваемые вопросы по пластичному гипсу сохраните это видео себе или поделитесь им с вашими друзьями а еще мне будет приятно если вы поставите лайк под этим роликом и оставите комментарий помогла вам эта информация или нет заключение все представленные работы в этом видео полностью вылеплены вручную из пластичного гипса предлагаю посмотреть самую малость часть возможности гипсовой массы и стоит добавить научиться замешивать массу это всего лишь один процент знаний на пути в огромный мир творчество ручной лепки если вы желаете научиться работать с пластичным гипсом и у вас нет никакого опыта в лепке мы с радостью поможем вам раскрыть вас весь творческий потенциал приглашаем всех желающих присоединиться к нашему сообществу группа вконтакте школа руденский у нас вы найдете множество полезных открытых а также углубленных курсов без опыта в лепке на этом у меня все желаю всем творческих успехов послушной массы и качественных работ с уважением дмитрий руденский и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok